Музыка Через 7 лет объемы добычи нефти увеличатся до 107 миллионов тонн газа до 77 миллиардов кубов. 30 тысяч тонн планка для урана. Над реализацией амбициозных планов сейчас работает специально созданный штаб внедрения при Министерстве энергетики. Об инициативах, дающих импульс развитию нефти, газа, химической, атомной и урановой отраслей, поговорим с вице-министром энергетики Казахстана Асетом Магаловым. Так, Асет Маратович, добро пожаловать в нашу студию. Работа штаба началась 1 марта. Этап планирования был рассчитан на 100 дней, затем еще 500 дней для внедрения. Что сделано и что будет сделано за эти сроки, установленные, и сколько в целом инициатив нужно ожидать в топливно-энергетическом комплексе? За первые 100 дней, во-первых, мы организационную структуру создали, создали 4 проектных группы у нас. Они совместно с частным сектором, национальными компаниями, с частным сектором в лице Национальной палаты Атомикен, провели анализ отраслей, анализ рисков, вызовов, которые перед нами стоят, и провели отбор инициатив. Порядка 20 инициатив было утверждено Центральным штабом внедрения. Из них уже 11 было непосредственно под обучи нефти и газа, остальные по сфере нефтепеработки, нефтехимии и атомной промышленности. На этапе внедрения? На этапе внедрения мы разработали детальные планы, которые предусматривают, с одной стороны, решение каких-то законодательных вопросов, проблемных вопросов с точки зрения регулирования отраслей, вопросы привлечения стратегических партнеров, вопросы решаться бы должны по инфраструктуре и прочие административные вопросы, которые должны снять барьеры на пути реализации этих инициатив. Я уже озвучила, что к 2025 году добыча нефти, газа, урана значительно возрастут. Насколько реален этот прогноз? Откуда такие огромные цифры? Действительно, первоначальный наш прогноз ориентировался на темп роста 2,4% вплоть до 2025 года. Благодаря текущим нашим инициативам ожидается, что темп роста составит 4,1% в год. Мы проводили детальный анализ. Конечно же, много вопросов, которые нам предстоит решить. Вместе с тем, есть большая доля уверенности, что проекты будут успешно реализованы. В первую очередь, это касается, конечно же, проектов наших крупных по Тенгизу, Карачаганаку, Кашагану. Учитывая, что проекты обеспечены финансированием, обеспечены крупными инвесторами в лице крупных международных компаний нефтяных, мы ожидаем, что проекты с большой степенью успешности будут реализованы. Вот вы говорите, международные компании. А учитывался ли их опыт в реализации таких мер? Конечно же, в этих упомянутых компаниях предполагается, уже у них и ранее реализовывался проектный подход. Правительство, я думаю, очень четко сформулировало перед госорганами задачу перенять эти подходы к реализации проектов, сождать непосредственно внутри организационные структуры в лице штабов внедрения, закрепить непосредственных вице-министров в лице как кураторов этих отраслей. И я думаю, эти проектные подходы, они общие как для больших крупных компаний, так и сейчас госорганы должны будут на них перейти. 17 миллионов тонн ежегодный объем переработки нефти для производства уже нефтепродуктов по экологическим стандартам. Этого, наконец, будет достаточно для того, чтобы перекрыть внутреннюю потребность рынка ГСН? В настоящее время мы порядка 1 миллиона 100 тысяч тонн бензина импортируем с Российской Федерации, порядка 500-600 тысяч тонн дизельного топлива, 250-350 тысяч тонн авиакеросина, ну, в зависимости от потребностей наших авиакомпаний. С учетом завершения модернизации на трех наших заводах, ожидается, что у нас полностью будет закрыт рынок по авиакеросину. Даже у нас порядка 200-300 тысяч тонн должно быть излишка для экспорта. По бензину и дистопливу мы также прогнозируем большой избыток светлых нефтепродуктов. По бензину на уровне 2 миллионов тонн, по дизельному топливу может дойти до 1 миллиона тонн излишки. То есть эти излишки позволяют нам в долгосрочной перспективе закрывать растущие потребности нашего государства, и в то же время какие-то излишки мы можем отправлять на экспорт. Для этого нам необходимо снять, опять же, ряд барьеров, которые у нас есть. С одной стороны, у нас в 2019 году истекает соглашение с Российской Федерацией, согласно которому в обмен на то, что мы импортируем нефтепродукцию с Российской Федерации, мы добровольно взяли запрет на экспорт. То есть этот запрет на экспорт нам надо будет снимать. Вторая причина – это высокие экспортные таможенные пошлины на бензин и дистоплива. Если в Российской Федерации они составляют порядка 25 долларов на тонну, то в Казахстане они доходят 168 долларов на бензин и 200 евро на дизельное топливо. То есть эти пошлины практически означают, что мы не сможем его продавать на экспорт. Они практически на уровне запретительных норм. А вот объемы по авиакеросину в связи с выставкой «Экспо» как-то увеличились они объемы? Сейчас надо будет нам совместно с коллегами Комитета гражданской авиации обновленные прогнозы сделать. В прошлом году мы импортировали порядка 250 тысяч тонн авиакеросина. 230 это мы произвели сами. На этот год мы заявку дали в Российскую Федерацию на 450 тысяч тонн. То есть дополнительно порядка 200 тысяч тонн авиакеросина. Как идет процент выборки, опять же с коллегами Комитета гражданской авиации нам надо будет уточнить. Но в целом мы дефицита не видим на рынке. Хорошо. А вот что касается нефтегазохимической отрасли. Вот вы сами недавно говорили, что объем производства продукции высоких переделов, вот в денежном эквиваленте, возрастет почти в 25 раз. А экспорт и того больше. Каким образом? Это будет достигнуто за счет реализации наших крупных газохимических проектов. В первую очередь это полипропиленовый завод. В этом году уже строительство должно начаться. Все основные вопросы с инвесторами решены. Финансирование обеспечено. И инфраструктура через развитие специальной экономической зоны также создается. Государством выделяется финансирование на ее создание. Мы еще дополнительную заявку о порядке 100 миллиардов тенге дали. И со стороны Министерства финансов мы видим поддержку в этом вопросе. Второй крупный проект, который там должен быть реализован, это строительство завода по производству полиэтилена. Это более масштабный проект. Он больше практически, если смотреть по размеру инвестиций, в три раза. Если 2 миллиарда долларов стоит проект по полипропилену, то полиэтиленопроект оценится 6,5 миллиардов долларов. То есть такие громадные инвестиции, как со стороны частного бизнеса, так и со стороны государства, должны дать высокую отдачу. Мы видим на рынке растущую потребность на нефтехимическую продукцию. Ну там ведь цифры, как бы они в миллиардах. Нет, это не просто. И в 25 раз рост. В 25 раз. Ну практически у нас, как такового, объема производства нефтехимической продукции нет. То есть у нас низкая стартовая позиция. Поэтому потенциал роста мы видим огромный. И нам нужно воспользоваться этими условиями. Сразу такой резкий старт? Да, мы сделали детальный график. И, конечно же, полиэтиленопроект завершится в 2024 году. И в 2025 году уже мы видим, что можно будет рассчитывать на проектные мощности по этим проектам. А вот что касается нефтегазохимической отрасли, мы уже поговорили о нефтегазовом комплексе. Ведь там тоже планируется ряд инициатив. И вот каков будет их экономический эффект? По ним уже на этапе, я думаю, строительства, реализации мы увидим большой эффект для смежных отраслей. В лице строительной индустрии, в лице наших машиностроительных заводов. Также это обеспечит большую занятость для населения. Уже по проекту будущего расширения «Тингис-Шевройл» это порядка 20 тысяч занятых казахстанцев. И был подписан меморандум с «Тингис-Шевройлом» о том, что казахстанское содержание должно быть не менее 32%. Но это минимальный уровень, и ведутся переговоры, чтобы это процентное содержание увеличить. Но там ведь не только «Тингис-Шевройл», там же ряд других проектов. Да, также обсуждается реализация проекта по дальнейшей закачке газа на Кашаганском месторождении, проекты по поддержанию полки добычи на Карачаганахском месторождении, проекты по синергии двух месторождений «Хазара» и «Каламкас». Здесь проекты больше находятся на концептуальной фазе развития. Там еще предстоит обсуждение согласования с инвесторами, подтверждение от полномоченного органа в лице нашего министерства. То есть более детальные цифры по количеству инвестиций, по объему занятых, отдачи для республики, я думаю, уже мы сможем после решения концептуальных вопросов. Когда это будет? Ну, сами проекты мы ожидаем, что они должны запущены, скажем, «Хазар-Каламкас» уже в 2025 году. По расширению Кашагана в 2022-2023 году. Но когда будут приняты решения, это зависит от переговоров с нашими партнерами. Хорошо. А вот реализация всех этих мер, она вот не потребует изменений в правовом поле? Ну, к примеру, вот соответствующие кодексы. Да, у нас есть сериал инициатив, которые заложены в развитии нефтегазового комплекса. Это разработка морских месторождений на казахстанском секторе Каспийского шельфа. Это привлечение дополнительных инвестиций в геологоразведку. Эти проекты мы не сможем провести без серьезного реформирования нашей законодательной базы. Работа по кодексу о недрах уже началась давно. В этом году она должна выйти на финишную прямую. Законопроект должен зайти в парламент. И мы ожидаем до конца года его принять. В рамках этого кодекса, я думаю, ряд очень хороших концептуальных идей заложено. Это и минимизация рабочей программы, это и сокращение количества экспертиз, это и утверждение запасов уже непосредственно центральной комиссии по разработке месторождения, минуя, скажем, комитет геологии. То есть очень много хороших инициатив заложены. Опять же, возврат предполагается к совмещенным контрактам на разведку и добычу, чтобы увеличить уверенность инвесторов в том, что после обнаружения месторождения они гарантированно получат контракт на добычу. Кроме того, в рамках налогового кодекса дополнительные реформы также предусмотрены по налогоблажению морских месторождений. Это переход на альтернативный метод налогоблажения через увеличенную ставку налога на прибыль, но взамен будет отмена экспортной таможенной пошлины, налога на сверхприбыль, рентного налога. И это позволит поднять привлекательность разработки морских месторождений. С другой стороны, в период высоких цен государство будет компенсировать предыдущие потери через увеличенную ставку подоходного налога. Вот вы говорите возврат к контрактам. А рабочая программа себя не оправдала? Когда я говорил возврат к контрактам, имелось в виду, что в предыдущем кодексе о недрах был запрет на совмещенный контракт на разведку и добычу. То есть отдельно заключался контракт на разведку, затем после обнаружения инвестор получал право на переговоры в приоритетном порядке по заключению добычного контракта. То есть не было автоматического перехода от разведки к добыче. Это, конечно, порождало определенное чувство беспокойства у инвесторов. Что касается рабочей программы, действительно мы здесь столкнулись, что процесс стал достаточно бюрократизирован. То есть любое изменение в рабочей программе, учитывая, что оно было приложением контракта на недропользование, вызывало за собой повторный круг согласований со смежными государственными органами, повторные переговоры, экспертизы. И зачастую затягивались минимум на один год даже небольшие корректировки в рабочей программе. А вот теперь вот эти изменения. Что конкретно? Какие гарантии будут для инвесторов? То есть в части, например, недропользования. То есть проводится по аукционам, да? Да. Ну здесь мы в части предоставления права недропользования также пошли на усиление привлекательности наших участков недр через обязательность проведения аукциона по заявке инвестора. То есть раньше государственный орган определял, на какой участок привлечь инвестора, выставлял его на конкурс. Сейчас же, если инвестор видит перспективы, если у него есть информация по данному участку, он может инициировать конкурс, и министерство обязано будет его провести. Ну а какие-то сроки есть определенные на недропользование? Да, будут очень жесткие сроки. Раньше, например, если не было, скажем, меньше двух заявок было на аукцион, то мы проводили повторный аукцион. Если сейчас в проекте предусматривается, если никто не пришел, пришел один инвестор, то уже по минимальной ставке с ним подписать контракт, чтобы не проводить повторные конкурсы. Я думаю, это усилит, ускорит сроки заключения контракта на недропользование. Это касается именно сроки по проведению аукциона. А вот именно в плане сроки недропользования? Да, действительно, очень много времени у нас уходило между определением победителя конкурса и непосредственно подписанием контракта. В кодексе заложены нормы, что если инвестор подписывает типовой контракт без каких-либо правок, то он может его подписать без юридической и экономической экспертизы других министерств. То есть, если формат контракт соответствует модельному, подписание не потребует дополнительной экспертизы, он сразу может приступать к работе. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. А я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в студии был вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин